Дом построили, а про то, как до него добираться, жильцам не подумали. А ведь в этом же здании также расположен реабилитационный центр для детей с диагнозом ДЦП. Если ты на машине, то путь к высотке 19.01 есть. Но вот пешеходы буквально оказались отрезанными от остального города, и в частности от выхода к проспекту Сюембике. Путь до остановки один через пустырь. Летом здесь заросшая травой свалка, в межсезонье распутится, а зимой непроходимая снежная целина. Пешеходам здесь приходится самим протаптывать более или менее удобные тропинки. Но дом находится на возвышенности, и забраться по скользкому склону не так-то просто. Особенно, если гололед. По дороге тяжеловато идти, ее еще не чистит никто. Тут еще как пустырь, и, не знаю, летом еще, считай, если весна, то грязь везде. Тоже не пройти, надо как-то обходить, поэтому не очень. Я вроде бы не старый мужик еще, но не мама. Мне тяжело уже. А женщине с ребенком, беременной женщине, это очень тяжело. Тяжело сказать, ничего не сказать, значит. Остается только догадываться, как справляются с этим мамы с детьми на инвалидных колясках, которые посещают расположенный в 19.01 реабилитационный центр. Как выяснилось, земля на пустыре муниципальная. Так кто же должен следить за ней? На этот вопрос еще в 2012 году ответил тогдашний начальник управления ЖКХ. То, что бесхозный пока и нераспределенный, это является городской территорией и, соответственно, будет убираться нашими городскими предприятиями. В данном случае предприятием горжелинхозом. И в целом, по городу, надо сказать, все вот эти бесхозные территории, которые мы, по крайней мере, считаем, как бесхозные территории, они убираются либо горжелинхозом зеленого хозяйства, либо, если это твердое покрытие, горское предприятие автомобильной дороги. Как поделились жители, горжелинхоз за шесть лет все же несколько раз навещал эту территорию, но в основном для уборки мусора. Снег здесь никогда не трогали. К этому дому подходы вообще со всех сторон ограничены. Немножко есть автомобильная дорога со стороны 17-го комплекса, автомобильная дорога, но это тоже не пешеходные. Эти пешеходные тропинки летом есть, но они с ним и не чистятся. Как сообщили в администрации района, жалобы на свалки поступали. Тогда и направляли сюда сотрудников горжелинхоза. А вот по отсутствию дорожек никто к ним не обращался, уверяют чиновники. И посоветовали жителям 19.01 написать обращение на имя руководителя исполкома Рената Абдулина с просьбой проложить тротуары к дому. Возможно, это поспособствует и решению проблемы с уборкой снега.